Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси. Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции – это отсутствие опытного, единого и злого лидера. Тихановская годится, с некоторой натяжкой, в символы, но никак не в стратегии вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, усатый давно бы считал невыкопанный картофель, находясь с ним лицом к лицу. Так что в отравлении Навального ничего, собственно, неожиданного, удивительного нет. Это дело житейское, это вполне логичная зачистка перед неизбежными и в России тоже, вероятно, событиями. А вы что, хотите, чтобы они сидели сложа руки и ждали, пока их будут по одному выводить на площадь? Нет, это странные, наивные надежды. Люди много лет тратились на косметологов, массажистов, на пластических хирургов, наводили красоту. Глупо работают больших специалистов портить стронгуляционной бороздой. Да, она идет далеко не всем. В общем, с Навальным сработали глуповато, но зато оперативно. И вообще, надо сказать, что что-то с отравлениями не задалось. А Навальному, вероятно, повезло. Будем надеяться, что, как это всегда бывает в России, большую часть дорогостоящего яда, я надеюсь, украли сами исполнители. Смотрите, у нас снова вспыхнула заплесневевшая звезда Навального. Спасибо, конечно, Золотову за это. Но вот, боюсь, не только мне одному слышится звон кремлевского молота и чеканы. И мне, не только мне понятно, как выковывается и чеканится его образ. Причем, смотрите, его же... И делают это очень целеустремленно и заботливо. Понятно, что никто не будет так себя вести со смертельным врагом. Так, хорошо. Представим себе, что у Александра Глебовича враг Навальный. Вот он страшно опасен. И по правилам игры убивать его нельзя, а что-то надо сделать. Что бы вы сделали, Александр? То есть, вот я... Подожди. Вот я, предположим, да. Нет, это у нас там Стас. Это Стас, который снова закутывается в шаль. Он репетирует. Ну вот, предположим, я кошмарный тиран, диктатор. И у меня есть враг, которого нельзя убивать. Вот такое вот странное и неприятное обременение. Как бы я поступил? При том, что мне необходимо каким-то образом ликвидировать эту проблему. Есть прекрасная техника. И известна она не только мне. Я бы действовал вообще предельно просто. Вот если персонаж полностью подконтролен, то есть, какое-то время находится в узилище или в заключении, то его обработка очень, я бы сказал, хорошо известными препаратами не составляет никакого труда. Причем она не будет замечена никем, включая самого фигуранта. Он еще даже выйдет с этих суток в прекрасном, бодрейшем настроении, в здравом, а вот где-нибудь через 11 дней начнутся всякие необратимые изменения психики. И он на пресс-конференции вдруг внезапно захихикает или начнет ловить воображаемых мух. И даже их есть. Или будет вытаскивать козявки или ушную серую и предлагать полюбоваться цветом. И удивительной консистенции этих выделений. Понятное дело, что это будет списано на то, что политика – дело нервное, и ничего удивительного нет в том, что парень надорвался и не выдержал вот этой всей жуткой обстановки. Ну и обвинять-то как раз тех властей, которые его держали? Ну да, конечно. Очевидно, что это они довели до суммы. То есть вы в качестве тирана подставляетесь просто? Логично. Нет, нет, нет. Понимаешь, тут в любом случае это проще, чем убить. И возникает некая спорная ситуация, как всегда возникают спорные ситуации, которые, в общем, ничего не стоят, где срабатывает такая чудесная дуальность. Что такое дуальность? Вы помните, это вот абсолютно равноценное описание ситуации, но с противоположных сторон. Один человек, глядя на шахматную доску, говорит, что он видит черную доску с белыми клеточками, а второй человек, глядя на эту же доску, говорит, что он видит белую доску с черными клеточками. Я комментирую в том, что это понятник. Ну вот он говорит, что это его задача. Понятник, да, ребят, заподозрить Кремль в нежелании осквернить свои белоснежные манжеты такими пакостями мы, в общем, не можем никак. Ну, во-первых, такое проделать жутко интересно. Если бы я был тираном и диктатором, я бы это сделал, да? Ну и манжеты у Кремля... Вы бы свели с ума своего противника, я правильно понимаю? Конечно, да, фармакологические. И манжеты давно уже не белоснежные. То есть повадки Кремля хорошо известны. Он такие штуки делает... То есть то, что сейчас с Верзиловым происходит, это что-то подобное, да? Не знаю. Не изучал вот конкретно этот вопрос. В данном случае мы ограничим им с разговором. А Навальный, я вижу, что с ним себя ведут, как с этой вот Фуксией. Я повторяю еще раз. Он мне даже симпатичен. Он не видит тех очевидностей, которые присутствуют, и которые я вам же выписал, я тоже не могу. Потому что это хорошая идея, протравить, образно говоря, протравить страну от охамевших единороссов. Это здоровая инициатива, но не такими силами, не такими персонажами. Вот пустить клопов против тараканов и наблюдать за их схваткой. Оппозиционеры ведь действительно очень жалко представляют зрелище. Они, конечно, хайпуют, декламируют, светятся в надежде на то, на что, да? В надежде на то, что палачи, кровососы и другая всякая кровавая губня пригласит их на богатый корпоративчик или на дорогую свадьбу, да? Потому что вот все эти усилия наших оппозиционеров, они, как правило, этим и заканчиваются. Хотя есть, например, гораздо более интересный способ отхайповаться сегодня. Рекомендую всем дешевый, прекрасный способ. Самый дешевый хайп – это надо поехать в Солсбери, найти там ресторанчик и любое кафе. Три ложки супа, потом запираетесь в туалете, заявляете о чудовищном поносе, потом там же падаете в обморок, и гарантированно возбужденная толпа людей в сейвристых скафандрах, оцеплении, пресса. И вы будете на всех страницах мировых таблоидов то есть вот опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп.